Девушки отдыхают Девушки отдыхают Его подпольная кличка «Человек пробуждения» На самом деле практически официальное имя А сейчас мы узнаем о том, как этот человек стал тем, кто он есть Кем он был до Мы узнаем о его личной жизни И мы узнаем о том призвании, в котором он действует Владимир, я благодарна, что ты открыт и готов делиться всеми тайнами своего сердца И расскажи, пожалуйста, свою историю Я вообще, конечно, не искал У меня были свои Я был подростком И жил, можно сказать Воспитывался на улице И улица диктовала свои условия И поэтому Я жил, не тужил Были свои идеи Были свои мысли Развития Я вообще был в очень плохой компании И поэтому Я вообще никогда даже не думал Что я когда-то буду служить Богу Для меня было Христиане и крестьяне Это одно и то же Я вообще не понимал Один род людей Да, один род людей Христиане, крестьяне В чем разница Я вообще не понимал И поэтому, как бы, жил простым таким человеком Как и все На улицах воспитывался Были свои авторитеты Люди, на которых ты хотел равняться Ну, вот так вот Потом в моей жизни пришли очень бурные перемены Когда первые миссионеры пришли в нашу страну И стали это в учебных заведениях везде рассказывать Моя тетя, она была переводчица английского В одном из университетов города она преподавала И ее попросили переводить И она приходит и рассказывает моей сестре Моя сестра, она младше, чем я Моя сестра, она такая радостная Приходит домой, рассказывает маме В общем, кается моя тетя Кается моя сестра Кается моя мама И они хотят покаять меня Я вообще был очень трудным Спасение подкралось незаметно Я был очень трудным ребенком Они думали, что я никогда не покаюсь Потому что, ну Ты оказывал сопротивление очень интенсивное Да, очень сильно Это не для меня Я вообще, у меня свои мечты И я был очень жесток в этих вопросах Категоричен Категоричен И у меня характер был очень скверный Был, да? Да Мои учителя, они пророчествовали мне И говорили моим родителям Вот этого человека ждет однозначно тюрьма Я потом уже... Настолько ты был упертый и вредный даже И вредный, и все, все И хулиганистый характер был такой скверный И прямо... Ну, было все так... Даже тяжело об этом говорить И стыдно вспоминать И стыдно вспоминать, да Потому что, когда я покаялся Я потом думаю, господи, боже мой Почему я раньше этого всего не знал? Серьезно? Да, да, да Потому что я реально Я себя увидел в другом свете Они как бы так ко мне очень плохо относились Не ожидали ты ничего хорошего Да, я потом восстановился в этой школе Восстановился после некоторого времени Пришел и первое, что они сказали Мы тебя не возьмем У нас сейчас очень хороший коллектив Но мы знаем, что ты просто разложишь Всю установку Любой хороший коллектив А я говорю, я изменился И я начал проповедовать Евангелие Директор школы Она сказала Ну-ка всех учителей собрала Ну-ка всем расскажи И всем учителям рассказывала И проповедала Евангелие Сколько тебе лет тогда было? Ну, лет 15-16 было Серьезно? Да, да, да Ты такой шпаной был В 15 лет И уже обратился, да? И уже Ну, обратился я где-то вот в 17 лет В 17 лет я обратился А 15-16 когда-то Ты не закончил школу, получается, да? Я потом закончил школу Я закончил 9 классов Нужно было 10, чтобы потом Высшее образование получать А 10 классов 10 класс Я заканчивал в вечерней школе Потому что мне нужно было Ну, аттестаты подготовиться, да? Да, да И поэтому как бы меня из вечерней Попросили одно время И потом, когда уже я покаялся в 17 лет Я пришел восстанавливаться туда В вечернюю школу И вот тогда директор собрал всех Чтобы ты всем все рассказал Что же там произошло? Потом у нас уже все Мы уже начали, когда реп-центр и все Там все проходили обучение в этой школе Серьезно? Там учителя даже говорят Побольше ваших Побольше ваших Это был ваш филиал Это наш филиал был Да, да, да Многие учителя стали ходить Потом ко мне в церковь И все такое И как же вот твоей семье удалось сломить Твое такое бурное сопротивление? Им вообще не удалось Это Бог просто сломил Я однажды У меня мама Вот, ты катишься куда-то в пропасть Посмотри на свою жизнь Посмотри, как ты живешь там И так далее Меня все удовлетворяет И я даже задавал вопрос Ну как я Бога поверю? Я же его не вижу Но вот если бы я увидел Вот как тебя Как тебя вижу Все Я бы точно тогда поверил И один человек мне сказал Он есть дух Это как ветер И ты ветер не видишь Но ты его чувствовать можешь А я говорю Ну как его почувствовать? Он говорит Ну просто начни Вот помолись Открой свое сердце И скажи Дух Святой коснись мне И вот в этот момент Дух Святой меня коснулся Я упал Вау Это вот для меня было 15 лет Нет, это вот 17 лет Я упал И я встаю И все вопросы снили Я пережил Божье присутствие Моментальная операция Да И после этого Я сказал Все, моя жизнь Точно поменяется Мне было очень тяжело Бросать курить Но я так хотел это сделать 4 месяца Я боролся Потому что Ну весь твой подростковый период Ты просто курил Ты был заедлым курильщиком Соскальки? Там что-то С 12 лет Да, с 12 лет Наверное где-то так И сейчас я говорю Я сам в это уже почти не верю Потому что Это я Да-да-да Это я был То есть я даже Ну себя с сигаретой Не могу представить И для меня Это вот просто Вот такая операция Произошла Я за месяц Всю Библию прочитал За месяц Сам У тебя не было наставников Не было В общем-то Да И за месяц Всю Библию Я просто начал От бытия И до откровения Еще конспектировал Я дома Днями и ночами Просто читал 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 Потому что Ну это так сильно Меня коснулось Что я понял Вся моя жизнь Должна поменяться И вот тогда Пошли очень Сумасшедшие перемены Вот И в 18 лет Я еще пастором Потом умудрился стать Спасибо Скажи пожалуйста А как ты встретил Свою жену Вот Как ты думаешь На самом деле Это произошло Потому что Я думаю Что у тебя были Одни мысли Когда это было Я не знаю Ты наверное Уже христианина Все-таки Если ее встретил То это была Осознанная встреча Что тебя в ней увлекло Рассказывала ли она тебе Почему она Поняла Что ты ее муж Она меня вообще знала Еще до того Как я покаялся Я вот там Вот только-только Мы еще прикалывались Она младше меня Ненамного И я все прикалывался Ну вырастим там Будешь моей невестой Это было так неосознанно Но потом уже Когда Мы уже Ну уже выросли Она христианка Я христианин И просто А ты уже был пастором церкви Пастором церкви Да был Все меня женить хотели Каргустов все время Мне говорил об этих вещах Я все не мог никак решаться И потом просто в один момент Это ну Так знаете Это как будто Вот что-то сверхъестественное Произошло И как будто глаза открылись И все И там началась дружба У меня очень красиво Ну просто как Она была частью твоей церкви Да Она была частью церкви Она с детства вообще ходила в церковь Мама она еще ходила К адвентистам Мама ее водила Потом они стали ходить Вот в нашу церковь И вот таким образом У нас возникли отношения Пелена спала в глаз То есть все были одинаковые Она однажды шла Однажды шла Ее Елена зовут Я такой Вау Какая девушка идет Не узнала ее Да сначала Нет я узнал И вдруг ты оценил ее Как девушку Да Я уже просто по-другому Глаза у меня открылись Вау И все И я конечно же Сделал все возможное Чтобы Ей понравиться Молодец То есть от мужчины же зависит Ты не боялся да Там снять с себя Риол пастера Что ты вообще не боялся Вообще не держался Не боялся Никогда Для меня важно было Это Я вообще Очень сильно Всегда ценю Реальные отношения Не титулы Не статусы Потому что статусы Титулы Это не то Зачем нужно скрываться Это наоборот Их не будет И что дальше То есть вот реальные отношения И поэтому для меня Важно было Вот человек Поэтому конечно Я же там все А ты ее знал да Да я ее знал Она меня знала Ну и у нас Вспыхнула любовь Но ты не думал Там о хозяйственности Какой-то Мало ли Думал Хозяйственности Да Хозяй Я знаю Что молодые люди Например Встречаются с девушками Они думают Что автоматически Как бы за вот тем Что они общаются Прилагаются там Другие качества Например Что она будет Хорошая хозяюшка Что она будет Хорошей мамой А она вообще Не хозяюшка Она там Раскидано все По дому За кувырком Нет Я знал Что она Она очень Она очень Она вообще Гипер Человек Где Гипер У нее все чисто Должно быть Гипер все Идеально Должно быть Да Конечно Я же на эти вещи Тоже смотрел Ты смотрел все-таки Ну конечно Ты не был наивным Чаровашкой Нет конечно Я конечно Смотрел Я смотрел Как она К детям Относится У нее племянник Она с племянником Гуляла Как она с семьей Да Как она с семьей С взрослыми Я знал Что Ну Все что меня Потрясало В ней Это верность Я знал Что она верный человек И вот это Самый основной Для меня Показатель был То что она Верный человек Потому что Все остальное Это Ну это же Выстраивается И так далее Для меня важно Чтобы была верность Верная Ответственная Да Потому что Именно Были проблемы Большие во мне Лично Они с детства Были такие проблемы Потому что У меня Как-то Было Посеяно Такое В мою жизнь Что Ну к женщинам Такое Недоверие Я много Много В своей жизни Как бы Дружил Но если я Влюблялся Я первый Как бы Бросал Бросал Да Чтобы не пережить От нее Чтобы не пережить Да Это не знаю Потому что Ну там Были свои наставники В подростковом возрасте Кто говорил От женщин Всех беды И так далее И ты понимал Что вот Должна быть грань И ты не должен Не должен дать ей Разбить тебе сердце Да Разбить сердце Поэтому ты первый Должен что-то сделать Вау Достигнуть там Легко А вот Первым что-то сделать И вот Лена С Леной Как раз У меня вот Перешел Вот такой перелом Мне нужно было довериться Я знаю Что Было очень сложно Ей в первую очередь Было очень сложно Я вообще боялся Даже жениться Из-за того Из-за своего собственного характера Да А что у тебя Даже пастором был плохой характер Нет Но может быть Он не был Или вот эти неисцеленные раны Да Вот эти вот эти раны были Что я боюсь Что я как-то Не сдержишься Причинишь ей боль Семей боль Да Я не хотел причинить боль И поэтому Слава Богу За людей Которые помогали Помогли мне пройти Вот эти все вещи Потому что Это были мужчины наставники Или прям семейная пара Очень взрослая семейная пара Которые уже Больше 50 лет Вместе И уже 60 даже Лет вместе живут Они не в нашей стране Но мы им доверяли И вот они разбирались Тебе посчастливилось Действительно найти Вот таких менторов Это просто слава Богу Я сегодня Понимаю Что очень важно Вообще В семье Чтобы были наставники Те люди Которые помогают Проходить различные вещи Потому что Жить ты будешь С характером Да Но я боялся Причинить боль Я знал Что вот многие люди Почему не исцеленные Они хотят вроде бы Добро делать Но они не могут делать добро Потому что не исцелены внутри И вот я тогда проходил Вот это исцеление И мне нужно было довериться Ей Уже в браке Или еще когда вы ухаживали Но в браке Но в браке Это конечно В браке Это строительство Вообще полное идет Объясни мне Вот эти наставники Как бы ты с ними Соединился До брака Да И открыл им сердце Получается Открыл им сердце Мы стали разговаривать Они стали работать С моим сердцем Прошлым Да С моим прошлым Да Они стали Чертить определенные Границы В моей жизни Что научить Учить меня Как доверять Что прежде всего Я доверяю Богу И вот это Мне очень сильно помогло Это так важно Ты знаешь Я просто понимаю То что действительно Вот как люди Которые выросли в детдоме Они не знают Как функционировать в семье Что можно говорить Что как Как многие люди А что Оказывается так можно Да Вообще можно сказать Человеку Что мне нужно Мне нужно это Мне нужно то Всех растили Замкнутыми коконами Даже в семьях Не говоря уже О тех У кого не было Такого опыта Поэтому это Невероятно Действительное счастье Что ты Открылся И что Тебе были даны Такие люди Я рада Что вы друзья По сей день Да И в чем все-таки Ты считаешь Залог успеха Семьи Ну Слышать друг друга Мне кажется Что очень важно Это слышать Друг друга Когда слышишь Друг друга И понимаешь Друг друга Вот это Это очень важно Мне кажется В семейной жизни Потому что Часто Муж и жена Когда строят отношения Они не слышат Друг друга И нужны Друг друга Они восполняются И поэтому Весь этот процесс Это учиться Слышать друг друга Потому что Как один человек Написал Мужчина с Марса Женщина с Венеры Это вообще Разные языки Да Например У нас Какая-то Ссора И ты Говоришь Как мужчина Послушай Ты же Это сказала Она говорит Да не это Я имела ввиду А для меня Это вообще Непонятно А почему Ты это сказала Говорит Да это ты Не так понял И все И вот он Конфликт Опять возродился Мужчинами легче Потому что Мужчина Мужчине Ты сказал Он То что он Говорит Он и говорит А женщина Она совсем По-другому Говорит Она обрец Не говорит Да 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 Это интересно Это действительно Бесконечная тема И я кстати Тебе признательна Тому что Ты продолжаешь Учиться Ты продолжаешь Учиться Ты продолжаешь Как бы Вот Воспроизводить Какие-то навыки И я тоже понимаю Что это Очень-очень важно Каким бы ты Себя не считал Опытным В чем-то Это действительно Новое время И новые вызовы Поэтому это здорово То есть Слышать друг друга И желать быть услышан Тоже Желать слышать А что еще Кроме этого Ну Просить прощения Это очень важно Для женщины Это очень важно Чтобы мужчина У нее просил прощения Потом Что еще Очень важно Это Начертить границу Не быть всегда правым Это тоже Настолько важно Потому что Решить для себя Да Ты не должен быть Сто процентов прав Сто процентов прав Потому что Невозможно быть Скольки достаточно 90 Это уже Граница Давай начертим Потому что Я раньше Думал Что мужчина Всегда прав Да Он же мужик Да Он же принимает решения И вот конечно Вот в отношении С Леной Получается 10 процентов Нужно давать жене Подчиниться ей Что подчиниться Ну мне кажется Что вообще Женщины думают По другому Наверное Получается По другому Ты знаешь Вот интересный вопрос Прозвучал И на него был Интересный ответ Семейные отношения Это больше труд Или счастье Это труд Счастье Я думаю Хитрец Это счастливый труд Это счастливый труд Тут и счастье И труд И есть свои Как сказать Есть свои Вызовы И периоды И периоды И сезоны Но все-таки Для тебя Ты сколько лет Уже женат 15 лет 15 лет Вот чего больше Было Трудов Или счастья Ой Я и говорю Что и трудов И счастья 50 на 50 50 на 50 Серьезно Как интересно Ну да Потому что Потому что Как бы Труд Больше всего Это Формирование Формирование А я знаю Почему труд Потому что Над собой Приходится Работать Поэтому Болезненно Это не эйфория Ты не едешь На автомате А приходится Тянуть тебя Вот почему Это не из-за нее Это из-за тебя Нет Это именно Ты работаешь Ты работаешь Над собой Сегодня Когда ты смотришь На плод Отношений Это же дети Те тоже И ты просто Восхваляешь Бога Благодаришь Потому что Это действительно Потрясающее время Поэтому Слушай Знаешь Вот еще Хотела тебя спросить Смотри Чтобы Оно Кстати Даже Часть Из Библии Можно сказать Что Вот был Один человек А потом Бац Он разделился И потом Люди говорят Что Вот Половинка Да Типа Она Твоя Половинка Ты Половинка А Мне понравилась Тема Что Вообще Никакая Не половинка Что Полностью Полноценный Классный Человек Но Когда ты Вот Тоже Для меня Это было Откровением Что Когда ты Встречаешь Того Человека То Получается Не Один Плюс Один Равно Два А Получается Четыре Шесть Там Восемь Вот Просто Какое-то Происходит Умножение Когда Два Это Сто Процентов Не Половинки Я Вообще Не Верю В Половинки А В Кого Ты В В Целую Личность Личность Она Целостная Со Своими Устоями Со Своим Характером Со Своим Мировоззрением И Поэтому Две Личности Соединяются Не Половинки Что Ты Думаешь По Поводу Того Что Дарик Принц Очень В Какой Версии Ты Придерживаешься Я Думаю Что Ну Потому Что Дарик Принца Был Такие Сезоны Две Такие И Поэтому Он Так И Говорит Я Думаю Что И Люди Ждут Принцессу Принца Специально Созданного Не Ну Понятно Но Часто Лучше Сформировать Принцессу И Принца Ну Ладно Ты пастор Тебе Легко Вырастил Тебе Легко Нет Просто Я думаю Что Я думаю Что Люди Бог доверил Нам Выбор Потому Что Часто Очень Многие Люди Думают Вот Мне Бог Должен Сказать Но Должен Дать И Подвести Дать И Подвести Но Когда Пастор Венчает Он Че Говорит Че Говорит Он Говорит Хочешь Ли Ты Взять Его Или Ее Мужья Или Жены То есть То же самое Выбор Ты Хочешь То есть Не Богу Жить А нам Жить Поэтому Мне Кажется Что Здесь Все Намного Проще То есть Жить Все равно Мы будем С характером Если Нас Характер Удовлетворяет Потому Что Все Внешние Вещи Они Выходят Человек Мне Дружить Потому Это Можешь Сказать Я Сказал Что Повторные Браки Это Нормально Но Я Хочу Сказать Что Сегодня Есть Опыт Что Повторные Браки Оказались Намного Эффективнее Чем Предыдущие Браки И К сожалению Есть Такой Опыт Потому Что Но Нужно Понять Еще Когда Был Заключен Брак И Как Повторный Брак И Поэтому Я Очень Я Понимаю Что Это Ситуация Очень Любая Ситуация Очень Неоднозначная И Поэтому Нимательно Нужно Относиться Хорошо Спасибо Теб Большое Очень Мудрый Такой Завершенный Ответ Потому Что Сегодня Очень Много Споров На Эту Тему Да Это Очень Я Почему И Спросила Да И Я Я хочу Сказать Что Мы Сегодня Часто Тушим Пожары Вместо Того Чтобы Предотвращать Возгорание Предотвращать Возгорание Мы Брак Не Нужна Ценность Брака Поднять А мы Говорим Вот Он Развелся И Теперь Все Мы Списываем Со С Читов Да А Это Неправильно Делать И Также Я думаю Что Часто Бывает Что Человек Который Женился Или Замуж Вышла Повторно Брак Намного Счастливее Становится И Ты Смотришь Человек 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 Вообще Раскрылся Да Расцвел То есть По глупости Как бы По такой Наивности Где-то Я понимаю Тебя Буквально Под конец Программы Хочу Услышать Твой Совет Как бы Или может быть Ну буквально В нескольких Словах Как ты Понял Что Твое призвание Быть пастором Служителем Там И так далее То есть И вообще Только ли Твое призвание Быть пастором Я знаю Что нет Для меня Огромная честь Служить Богу Я Просто Однажды Задумался И Это Это как бы С одной стороны Мой выбор И с другой стороны Это его выбор И Я понимаю Что я Служу Самому Великому Творцу И для меня Это честь Я понимаю Что я призван Намного больше Чем быть Просто пастором По местной церкви И у меня Есть желание Развиваться В различных Других Областях Но То что я Делаю Это Как бы Это я делаю Из просто Любви Тому Кого я люблю Очень сильно Это Своего Бога Спасибо То есть Главное Пережить Все-таки Личные отношения С ним Личные отношения Да Потому что Многие люди Люди Хотят служить Из-за выгоды Какой-то Что-то Они выгодно Там Хотят Пойметь И так далее Это неправильно Вообще И от избытка Сердца Да Чтобы Ты не хочешь Чтобы люди Служили Как бы С надрывом Ты все-таки За то Чтобы они Были полностью Исцелены И от избытка Этого внутреннего И от избытка Сердца Что это Как знак Благодарности Ты можешь Заниматься Другими Вещами Но служение Богу Это знак Твоей любви Знак Твоей благодарности Богу За то Что он Сделал Спасибо Владимир Я думаю Что это Очень Сильное Такое Основание Вообще Для жизни Для служения Направления И за За мудрость И откровенность Конечно Я надеюсь Что Для вас Эта встреча Будет тоже Благословением Этот разговор Который Который Обратит внимание На Очень важные Решения Которые мы Принимаем На подготовку К этим решениям На последствия Этих решений И Еще Мне хочется Чтобы вы знали Что Мудрых людей Все больше И больше Когда-то Это было Большой Большим Подарком Для Владимира Что у него Были наставники Которые поддержали Его Он доверился Им Я очень Желаю вам Чтобы в вашей жизни Были такие наставники Чтобы вы их искали И чтобы вы были Готовы им открыться И работать над собой Когда Наступит правильный момент Будьте благословенны Спасибо тебе большое Еще раз Спасибо Смотрите нашу программу Оставляйте ваши комментарии Мы рады Будем помочь вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому